Журналист EGN сказал в отношении Titanfall такую фразу Believe the hype, что в переводе означает, поверьте, сумасшествие Так вот, точнее выразиться, мне кажется, нельзя Потому что это именно тот случай, когда все без ума от игры Когда все о ней говорят, и это действительно оправданно У меня много знакомых, которые увлекаются сетевыми шутерами И мы частенько собираемся в онлайне Так вот, понятно, что кому-то всегда не нравится определенный аспект одной игры А другому другие И получается, такие маленькие группы Кто-то играет больше в Call of Duty, кто-то играет больше в Battle Titanfall — это, пожалуй, первый случай на моей памяти Когда буквально все друзья единодушно влюбились в игру Пожалуй, самое интересное в Titanfall — это история ее создания Как известно, игру сделали Вест и Зампелло Люди, которые ответственны за на минуточку Call of Duty Modern Warfare Которая совершила революцию в мультиплеерных шутерах Так вот, после того, как Activision вежливо попросили их из компании Они собрали там все силы, весь свой праведный гнев За то, что им не выплатили какие-то роялти И выкинули из родной компании И основали Respawn И в ее стенах сделали лучший онлайновый шутер на сегодняшний день На мой скромный взгляд И что еще интересно, игру издает Electronic Arts Которая в то же время ответственна за другого сталпа жанра За Battlefield То есть, получается, люди, которые создали два величайших мультиплеерных шутера на планете Они собрались и вместе выкатили просто что-то непередаваемое сокрушительное Что-то очень мощное И теперь, мне кажется, Бобби Котик переворачивается там в кровати И не может уснуть Потому что, ну, это действительно его, наверное, провал как менеджер Потому что он не смог договориться с главами Infinity Ward в то время И, как видите, к чему это привело То есть Titanfall на данный момент Это, ну, без шуток, самый-самый интересный мультиплеерный шутер на рынке В него очень интересно играть И чего-то похожего на него по динамике просто нет Что представляет из себя механика Titanfall? Это онлайновый шутер 6х6 В котором в то же время участвуют боты И где каждый игрок может вызвать на поле боя Титана Титан — это здоровенный бронированный экзоскелет С реактивными ранцами, который позволяет стейфиться быстро в разные стороны Который оснащен оружием На ваш выбор вы можете взять ракетницу, пулемет бронебойный, плазмоган и так далее И у Титана есть функция катапультирования То есть в случае опасности вы можете метнуться высоко в воздух И оттуда спикировать на кого-нибудь еще Первые 3 минуты матча вызываются примерно как обычный Call of Duty С учетом того, что здесь каждый игрок может забраться на любую высоту Если вы не играете за Титана, если вы на своих двоих носитесь по картам То это такой очень адреналиновый сплав Mirror Sedge с Call of Duty С одной стороны, здесь очень похожие шутеры на механике То есть когда вы просто бегаете и стреляете, это чистое Call of Duty Но приходит озарение, когда вы понимаете, что по зажачью кнопки пробелы Можете пробежаться по любой стене Вперед, назад, вверх И что у вас есть реактивный ранец, который позволяет продлевать большие расстояния Прыгать высоко в воздух и так далее Так вот, когда эти две вещи совмещаются Получается что-то грандиозное Перестрелки носят сумасшедший характер Вы пробегаете по одной стене, включаете невидимость Перепрыгаете на соседнюю крышу Все это время стреляете, кидаете гранату Приземляетесь, в ноги бьете кого-то в лицо То есть происходит форменная вакханалия Но передать это словами действительно невозможно Очень здорово Я, честно говоря, не припомню, когда вот было так быстро И когда требовалась такая реакция в мультиплеерном шутере Мах, вы выбрались? Так точно, посылка в безопасности Так вот, по прошествии нескольких минут Присходит смена динамики Каждый игрок может вызвать на поле боя Титана Вы зажимаете кнопочку В И сверху десантируется вот эта здоровенная фиговина И очень круто, по-киношному Стан кладет одно колено на землю И своей лапой хватает вас И засовывает себя в стальную грудь Это выглядит очень здорово Еще круче, когда вы забегаете к Титану со спины То есть пилот как-то проскакивает снизу И Титан его подхватывает и двумя руками кладет себя в грудь То есть одни эти анимации, я не знаю, стоят уже всей покупки Потому что когда ты залезаешь в Титана Ты чувствуешь себя каким-то нереальным супергероем Персонажем из фильма «Пасифик Рим» для Тора Это очень здорово И, ну, это непридаемое ощущение, честно Так вот, когда вы влезаете в Титан Фолла, динамика меняется Это уже более, наверное, тактический шутер При игре за Титана необходимо вовремя пользоваться щитом Нужно очень грамотно стейфиться И все время тщательно выбирать ваши атаки спецударами Потому что они долго перезаряжаются Каждое попадание, ну, честно говоря, критическое Иногда бывают стычки один против трех, один против двух И самое крутое, что вы во многих случаях можете действительно выйти победителем Если вы будете действовать грамотно И это доказывает, что Тайтан Фолл, несмотря на все ее скорости Все-таки носит в себе, ну, достаточную глубину И именно сочетание пилотов с разными способностями И Титанов с разными способностями Оно рождает большой простор То есть игроки, выстраиваясь в различные комбинации И такими группками, атакуя базы противника Могут сильно переломить входы боя Тем не менее, даже несмотря на это Пожалуй, Тайтан Фолл это все-таки шутер более одиночный Интереснее всего слушать истории Когда человек рассказывает, как он один Там захватил три контрольных точки Протелился в невидимку, запрыгнул на Титана Разрушил его Я понимаю, что есть люди, которые определенно будут играть в Тайтан Фолл Сообщай, и, наверное, у них будет хорошо получаться Но вот я играю уже довольно долго в игру И пока этого не видел Это именно индивидуальная игра Причем, на самом деле, нет ничего плохого Это нормально И игра все равно при этом очень фановая Многие ругают Тайтан Фолл за то, что это дорогая игра То есть за нее просят ощутимых денег В России, например, это, по-моему, 1200 рублей На Западе, соответственно, 50-600 долларов И ее ругают за то, что в ней нет нормальной одиночной кампании То есть, по сути, она там есть Там есть какой-то сюжет И 9 миссий Но это, по сути, мультиплеерные матчи В которых есть катсцены какие-то На это все я хочу сказать просто Ребят, в Battlefield очень много лет Не было никакого сюжета По сути, он появился нормально только в Bad Company И это было, ну, буквально 5-6 лет назад Это было не в каком-то Бородатом 90 каком-то А вот совсем недавно И я в этом, честно говоря, не вижу ничего плохого Нравятся вам одиночные шутеры? Играйте в Call of Duty Играйте в одиночную кампанию Battlefield За Titanfall, за такой крутой мультиплеер Мне кажется, просят вполне себе адекватные деньги Бог с этой одиночной кампанией Я давно не получал такого удовольствия от шутера Давно не видел такой динамики И, честно говоря, ну Даже не хотелось еще один шутер одиночный Уже поднадоело А тут включил сразу мультиплеер И нормально, честно, нормально Не напоминаю еще динозавров Летающие рептилии Там очень крутые виды И недалекие планеты И космические корабли То есть на фоне действительно творится какая-то война Там люди захватывают фронтир, добывают ресурсы Ощущается едва ли не масштаб каких-то звездных воин И вы принимаете в этом участие Держитесь, я иду Пора убегаться отсюда! Когда, например, заканчивается матч Игроки проигравшей команды Должны со всей скорости Добежать до своего летающего шаттла И, соответственно, кто в него забежал Тот и спас И это добавляет какие-то очки Когда ты несешься к своему шаттлу Ты вас там обстреливают Там пролетают еще какие-то дроны Ощущается действительно масштаб настоящего такого сражения крутого Похожий сеттинг, наверное, был в Battlefield 2142 Там тоже были сообразные титаны Там тоже была футуристическая техника Но при этом там не ощущалось такой эпичности происходящего Хотя, в целом, очень многие моменты этих игр Titanfall и Battlefield 2142 Они пересекаются Если вы помните, в игре Electronic Arts тоже был здоровый шаттл Там был целый режим этому посвящен Как нужно было его оберегать Как защищать вот эти энергоблоки, энергощиты То есть точек пересечения у игр много Но, тем не менее, нельзя сказать, что респаун что-то там украли И так далее То есть это действительно оригинальная и очень свежая игра Пытаюсь ответить на главный вопрос Почему вам стоит купить Titanfall? Прежде всего, игру я рекомендую только тем людям, которые любят мультиплеерные шутеры Понятно, если вы любите Call of Duty за одиночную часть Или вообще не любите шутеры То вам здесь делать нечего Тем не менее, если вы хотя бы чуть-чуть интересуетесь мультиплеерными шутерами Или, например, давно в них не играли и хотите узнать, что творится в жанре нового Хотите снова к ним приобщиться Titanfall — это оптимальный выбор Здесь бешеная динамика То есть в одну секунду вы превращаете в невидимку Взлетаете по стене Перебегаете на соседнюю крышу Сходу там кого-то вырубаете ногой Хватаете ракетницу Взрываете воздух Бьете титана Пробегаете дальше Запрыгаете к другому на спину Отдираете эту пластину Начинаете стрелять в энергоблок Потом вызываете титаны И крушаете другого титана своим титаном За это дают отдельную ачивку И это очень круто, когда такое происходит Так вот, вы вызываете своего титана Включаете автозащиту То есть вместе с ним носите Всех мочите Потом залезаете внутрь То есть, действительно, за несколько минут всего лишь Происходит столько всего Что вот хватило бы на час Последний Call of Duty год Динамика бешеная Адреналин Постоянно что-то меняется И поэтому тебя держит напряжение Да, здесь нет сюжетной кампании Но насыщенность событий такая крутая Что, ну и бог бы с ней Еще, еще Titanfall радует тем Что даже несмотря на маленькое число участников Пасло шестеро с каждой стороны Благодаря ботам И очень крутой проработке окружения Вам кажется, что вы участвуете Действительно в эпическом сражении Вам кажется, что это масштаб Что это там, не знаю Битва за Краукан какой-нибудь И это здорово В других мультиплеерных шутерах Мне кажется, такого не хватает Ну, разве что в Battlefield Есть здоровые карты Где, ну, действительно, ощущается война В Call of Duty такого нет и не было Наконец, последний пункт Глубина Некоторые говорят, что Titanfall Это что-то вроде Call of Duty Где достаточно лишь быстро бегать Метко стрелять и все будет у тебя хорошо Понятно, что быстро бегать и метко стрелять нужно Но, во-первых, и в Call of Duty достаточно глубина То есть там нужно подбирать действительно оружие К каждой карте Подбирать скиллы Хорошо знать уровни То есть я бы ни разу не сказал, что Call of Duty Это глупый шутер Где не нужно думать Ребят, думать надо Так вот, Titanfall приумножает глубину Call of Duty Благодаря тому, что уровни здесь вертикальные Вы можете забраться на любое строение практически Которое есть в игре Вы можете совершать какие-то удивительные кульбиты в воздухе И если правильно будете пользоваться распрыжкой В мгновение ока добраться до какой-нибудь дальней базы И залезть на вышку И это тоже добавляет дополнительный простор для тактики То есть вы можете взять снайперскую винтовку В одночасье запрыгнуть куда-то наверх Оттуда оборонять какую-то стратегическую точку И при этом вы не можете нигде себя чувствовать в безопасности Потому что любой игрок может запросто добраться до вас За те же самые считанные секунды Поэтому в Titanfall нужно не только думать Но и постоянно двигаться И этого мне кажется не хватает в других шутерах К тому же после того, как вам разрешают вызвать на поле боя Титана Динамика преображается и в игре открывается второе дно Комбинации пилотов вместе с Титанами Они рождают много стратегий Благодаря которым большие группы игроков Могут там совершать настоящий переворот во время матча И полностью переламливать ход боя В третьих В Titanfall есть довольно любопытная механика с карточками Это Ну, такой аналог, наверное, бафов из MMORPG Перед началом матча вы можете выбрать три карточки Которые вам выдаются за какие-то заслуги в матчах По достижению, по-моему, 11 уровня У вас открываются для них три слота И карточки самого разного действия Одна, например, может сократить время до вызова Титана на 40 секунд Другая может дать вам какое-то крутое оружие, когда оно вам понадобится Третья может оставить вражеских ботов Присоединяться к вашей стороне, когда вы окажетесь рядом И так далее Таким образом, паркур в сочетании с Титанами В сочетании с разными комбинациями игроков И их способностями на поле боя В сочетании вместе с карточками Рождает, мне кажется, достаточно глубину Для того, чтобы в Titanfall можно было играть долгими-долгими месяцами Я примерно буду этим заниматься Пока что, ну, честно, ничего круче не видел Последний раз так штырил, наверное, от Left 4 Dead 2 В который я играл, ну, года три, наверное И я планирую долго зависать в Titanfall Мы рубимся все редакции Вообще, днями напролет Мы обсуждаем, какие с нами произошли там фокусы Это действительно какие-то ощущения из детства Когда все делятся эмоциями Когда все хотят рассказать, что же произошло в игре с ними И это очень круто Большое спасибо Respawn и Electronic Arts За то, что вернули какие-то детские эмоции И за то, что в очередной раз Все решили революцию в онлайновых шутерах Моя оценка Titanfall 9 баллов Если вы любите онлайновые сражения То обязательно поиграйте в эту игру Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok